Здравствуйте! Мы снова рады приветствовать вас на канале Продар Медиа. И сегодня мы продолжаем наш цикл анонсов первой книги трилогии «Русская школа верховой езды». На прошлой неделе мы вам задали вопрос. Как сам Джеймс Филлис выполнял такие упражнения, как траверс и ранверс, при том, что большинство его выступлений проходили на круглой цирковой арене? И прямо сейчас вы услышите правильный ответ от мастера спорта международного класса, призера Всемирных конных игр и Большого Ахинского турнира Валерия Тишкова. Здравствуйте! Джеймс Филлис вообще не выполнял траверс и ранверс, поскольку эти движения побуждают лошадь откидывать круп на минках ног, что не способствует прямолинейности движения. Вместо траверса Филлис использовал принимание и развивал гибкость лошади, отрабатывая различные связки и упражнения. Желаю вам успехов! Поздравляем победителя и всех, кто был близок к разгадке. Подарочный экземпляр первой книги трилогии «Русская школа верховой езды» с автографами авторов отправляется победителю. И вот мы подошли к финальному вопросу. Напоминаем, что первый, кто даст верный ответ, получит подарочный экземпляр первой книги трилогии «Русская школа верховой езды» с автографами авторов. Обязательно ознакомьтесь с правилами участия в описании под этим видео. И дерзайте! Итак, третий вопрос. Этот принцип лежит в основе обучения лошади от Олимпийского гран-при до полевой езды. А также он един для двух видов искусств – выездки и музыки. О чем идет речь? Правильный ответ мы опубликуем ровно через неделю. Ждем ваших версий! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за обновлениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова